Это объявление на подъезде вывесили поздно вечером, а уже с утра, не дождавшись, пока жильцы покинут здание, здесь принялись реанимировать стену дома. Трещина, которая сегодня растет не по дням, а по часам, появилась еще два года назад. Мы хотим, чтобы хотя бы как-то его на капитальный ремонт поставили. Вы, девушка, понимаете, там вообще все лопнуло. Вот они сейчас это закроют при любом землетрясении. То есть мы сейчас хотя бы наблюдаем, что это щель, а они же ее сейчас профлистом закроют. Мы даже не видеть, не будем, что там вообще с ней происходит. В квартирах вообще кошмар. Дома холодно, зимой коржи, говорит Наталья. У соседей от сырости отслаиваются обои, стены покрывают грибок. Радиаторы держатся на честном слове. Двумя этажами выше зияющую дыру закрыли телогрейками. И все это происходит под носом у филиала управляющей компанией военного городка. Здесь начальник, поездите, начальник. Идем. Иди сюда. Иди сюда. Уже меня-то снимай. Уже меня-то снимай. Я тут такая. Пошли к нам. И гарантируете, что никаких несчастных случаев не произойдет, да? Ну да, конечно. Славянки заверили, что щель больше не становится. А дойдет ли дело до капитального ремонта, здание пока не ясно. Мы будем следить за развитием событий. Елена Краснопеева, Сергей Петров, Новости дня.